Всем привет! Хочу поделиться мнением, почему не стоит бояться покупать БУ или же не самую свежую модель айфона, на примере своего 6S Plus. Бомжара ущербный! По понятным причинам, далеко не каждый может себе позволить покупать топовые модели телефона от 800 до штуки условных американских долларов. Но однозначно всем хочется хороший телефон и с умом потратить свои деньги. Вообще сейчас самый оптимальный вариант это iPhone 7 7 Plus, который можно купить в магазине новом за адекватные деньги. Цена на них сейчас стартует у нас в Украине от 480 долларов. Но если вы такой сидите и хотите купить айфон, но денег на новый у вас нет, но в кармане валяется сумма в районе 300 долларов, то берите смело айфон с рук. Не обязательно гнаться за свежиком, за овер до хера денег. Не обязательно платить много, чтобы пользоваться реально хорошей и качественной техникой, которая вас будет радовать еще очень долго. Дальше я расскажу, почему не стоит бояться покупать бушные айфоны. Посмотрите на этот телефон, разве он не прекрасен? Ну вот серьезно. Это мой трехлетний айфон 6S Plus на 64 гигабайт. Этому телефону уже 3 года. 3. Это не маленький срок в мире IT. Но даже сейчас этот телефон, спустя столько времени, до сих пор актуален. Да, он не безрамочный, согласно последним трендам. Я вообще не понимаю эти последние тренды с безрамочностью. Да, это неплохо, что экраны от края до края, наверное. Но блин, телефоном с адекватными рамками не менее удобно пользоваться. Я не понимаю людей, которые считают микроны от края экрана до края корпуса. Это просто какой-то бич последних лет, граничащий с безумием. Дизайн этого телефона лаконичный, строгий. Если вам мало того, что я перечислил, у этого телефона тупо даже нету челки. Как по мне это плюс. Этот телефон реально тонкий и легкий. В моих больших руках он удобно лежит. И с ним абсолютно комфортно работать. Для экранов 5,5 дюймок корпус очень удачный. У моей жены айфон 8 Plus. И даже в ее небольших руках он лежит достаточно комфортно. Она с ним просто не расстается. Я хочу сказать, что уже 5 лет назад были телефоны с абсолютно удобными и комфортными размерами для взаимодействия. Давайте поговорим немного больше про дизайн. Вот найдите отличия в этих телефонах и разберитесь где какой. Ладно, я вам помогу. Вот это айфон 7. Это 8. А это 6. А вот это мой айфон 6 S Plus. Дизайн айфон 6, который вышел еще в 2014 году, был актуален на протяжении почти 4 лет. Именно вплоть до прошлого года, когда показали айфон 10. Но лично для меня этот дизайн и до сих пор более чем актуален. Мне он нравится и он не надоедает. Но не в дизайне главная фишка, а в комплексности данного продукта. Мой телефон из 2015 года поддерживает 90% функционала любого свежего айфона. У него есть Touch ID. В общем, если кто не знает, это с камер отпечатка пальца. Позволяет разблокировать телефон, совершать покупки, вводить сохраненные пароли через него. Да я знаю, что сейчас на десятках стоит альтернативная фича Face ID. То есть для разблокировки ему нужно показать свое еб... Телефон распознает ваше лицо, но Touch ID работает даже быстрее вроде бы. Тут есть 3D Touch. Эта функция позволяет взаимодействовать сенсором не только влево, вправо, вверх, вниз, но и вглубь. Экран распознает силу нажатия. В общем, дает больше функциональности для взаимодействия. Apple Pay, лично для меня, это вообще гениальная инновация. Я привязываю кредит к своему Apple ID и просто расплачиваюсь в магазинах своим телефоном. Для этого нужно поднести телефон к терминалу и отсканировать свой палец на телефоне, чтобы никто, кроме вас, этого не мог сделать. То есть не надо проводить свою карту где-то, вводить пин-код. Карта вообще просто лежит дома. Все происходит буквально за секунду и вы готовы идти дальше. Эта функция работает даже в Украине. Вообще не думал, что она когда-то появится у нас. Экран, кстати, IPS и не выгорает, как мы знаем на других очень крутых телефонах. И даже на последних айфонах. Он отличного качества и передает отличную картинку, которая абсолютно не напрягает зрение. Вообще, мне кажется, если вы планируете пользоваться телефоном больше 3-4 лет, то не стоит вообще рассматривать OLED-экраны как для своего телефона. Потому что они просто выгорают. Посмотрите какие-нибудь видео в интернете, вы найдете кучу подтверждений этому. Если кто не знает, что такое выгорание экрана, то вкратце на OLED-экранах пиксели определенного цвета горят ярче, чем остальные. За счет этого их ресурс вырабатывается раньше. И в итоге, если вы, например, смотрите часто YouTube, то на фоне включенного экрана у вас в любом приложении будет немного видно открытый YouTube. Потому что пиксели просто выгорели. На том месте. На IPS такого нету. Это более надежные экраны, по моему мнению. Камера тоже отличная. Да, она одна. Не так, как сейчас есть. Есть по четыре камеры. Четыре камеры, блядь, четыре. Нахуя тебе четыре камеры, объясни мне, пожалуйста. Если бы у тебя был четыре хвой, то что бы счастливее стал? Лучше один, но как у коня, блядь. Но она одна и работает отлично. И выдает отличные снимки. Вот фотка сделана на iPhone 6s Plus. Я знаю, что она как бы не супер крутая. Просто я рукожоп. И на него можно реально снимать очень хорошо. В умелых руках. Фоточки для инстаграмчика реально крутые. Можно делать. Видео со стабилизацией снимает и может даже в 4к. Но 30 кадров правда. Про фронталку ничего не могу сказать. Она хорошая, но тут ничем не удивишь в общем. Динамики не такие хорошие, как в последних моделях. Но блин, он и дешевле намного. Батарейки мне хватает с 8 до 5. Вполне. При активном пользовании типа YouTube и серфинга интернета. Это при том, что за более чем 3 года активного использования у меня умерло всего 23% батареи. Ее кстати можно заменить. Услуга стоит относительно недорого. Это могут сделать в любом более-менее нормальном сервисном центре. Не надо делать только у дяди Васи в подвале где-нибудь. Я думаю, что с этим телефоном я буду ходить еще долгое время. Так как его мне хватает за головой. То есть вы понимаете? Apple закладывает фундаментальные идеи и разработки в свои устройства. И даже спустя много лет они актуальны. Поэтому не надо бояться покупать не самые свежие или вообще б.у. айфоны. Половина постсоветского пространства вообще ходит с 5s и не парится. Что касается производителя всего моего телефона, то просто скажу, что все работает отлично. Нету никаких подзависаний, подвисаний. Вруков, все работает как часики. У меня установлена iOS 12.1, то есть одна из последних. Все программы открываются, включаются достаточно быстро. Я не буду заниматься анонизмом и замеряйтесь с секундомером, за сколько доли секунд открываются разные приложения по сравнению с тем же айфоном 8+. Как это делают многие? Я в этом вообще не вижу смысла. Нахуя? Это попахивает шизофренией какой-то. Какая разница на сколько миллисекунд он открывает быстрее то или иное приложение, если для глаза это практически незаметно. В общем, я просто скажу, что все работает отлично, плавно, и у меня не вызывает какого-то дискомфорта. В этом ролике свой айфон я показал чисто как пример. Не нужно бояться покупать б.у.шные айфоны. Нет. Если ваше финансовое положение позволяет, то конечно берите новые. Это я говорю людям, у которых нет возможности покупать новые телефоны. Для тем, кто не привык платить много. Б.у. аппарат можно купить за очень адекватные деньги. Ну, в этом нет ничего такого. Как я уже сказал, моему телефону уже четвертый год. Он в отличном состоянии. Если к телефону относились хорошо, то он будет работать еще очень и очень долго. У меня есть знакомый, он до сих пор ходит с айфон 3GS. Он просто звонит с него и серфит в интернете. Так вот, сейчас достаточно многие продают свои айфоны. Главное правильно проверить телефон на всевозможные несправности. На что обращать внимание и что проверять при покупке БУ айфона, хочу рассказать в одном из следующих своих видео. Я нескольким друзьям помогал в покупке БУ айфона и даже себе когда-то шестерку брал с рук. И все они работают до сих пор. Поэтому у меня имеется опыт, которым я могу поделиться. И я знаю пару моментов, на которые нужно обратить внимание при покупке, о которых не упоминали другие блогеры почему-то. В общем, давайте подытожим. Если у вас хватает денег на хороший телефон в районе 1000 долларов и вы думаете какой телефон вам купить, то берите 1010s. Только будьте готовы, что на них реально могут выгореть пиксели через какое-то время. Или вообще можете выбить 10R. По-моему, отличный вариант за вменяемый денег. И на нем, кстати, EPS, а не OLED. Его цена стартует от 750 долларов. И экран его ничем не уступает 10S. Вы можете быть уверены, что его функциональности вам хватит лет на 10 точно. Если же бюджет не особо большой, в районе 500 баксов, то, блин, вообще не парься купе iPhone 7 7 Plus. Так как из всех смартфонов Apple этот телефон сейчас, это самый сбалансированный по цене качественный телефон. Его функциональности хватит тоже, блин, лет на 10, потому что все, что он может, может и 10S. Если же вы думаете, какой телефон взять в районе 250-300 баксов, смело рекомендую BU6S Plus. Это отличный телефон, с которым не стыдно ходить даже сейчас. И работает он замечательно. Главное при покупке тщательно проверить весь телефон на работоспособность. Как вы видите, все, что я говорю, я говорю основываясь на личном опыте. Всем спасибо за просмотр, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока.